Так, друзья, мои гости нефотогеничные, я их показывать не буду. А вы сказали, что приезжали уже сюда. Мы уже одно поколение съели в ваших деревьях, яблоки. Так, так, так. Ой, жалко, что люди подумают, что вы засланные казачки. Нет, да ну зачем мы. Хорошо, откуда вы? Мы из Саиногорска. Свои. А осадите где? В Саиногорске. Нет, Саиногорс большой. Имеется в виду пригороды. На усадьбе. А, на усадьбе. На усадьбе. Хорошее место. Ну, мы в Абакан покупали, да? Да. Мы в Абакан уже много покупали детям. Андрей, привет. Сергей знает, что гости? Нет, я иду. А, ну тогда ладно, мы дойдем до этого, да. Я успею порасспрашивать вас. Так, значит, получается так, что вы не пожалели? Нет. Нет. А сейчас что вы захотели купить? А еще мы захотели купить абрикос и мельбу. У нас вот из тех деревьев, когда пропадали яблони, осталась одна мельба. И мы боимся, вдруг ее та же участь постигнет. Мельба наша. Наша. Дело в том, что вы знаете, что идет бактериальный рак по Сибири. Да, конечно, все деревья у нас на улице пропали. У вас, у вас во всем этом, Абакан, Минусинск. Вот, Саиногорск. У нас одна мельба выжила. Все остальные пропали яблони. Так, теперь что получается? А, вы у меня книгу покупали? Книгу не покупали. И не надо. Это листовочки. Не, не надо. Не надо, да? Ладно. Так, вы, конечно, огорчили насчет яблони. Но это беда. Да, мы видим, у нас все, у нас все улицы пропавшие стоят, засохшие. Пока все не спилят, не сожгут. Это рак привезли эти самые к нам азиаты. Да. Вместе с Азанцией. Вместе с Азанцией. Это не грибы, на которые все валят. Это бактериальный рак. Это так же, как мы болеем. То есть, это так же, когда, знаете, как человек заболел, у него температура, у него внутри уже все, это, плохо. Вот, а его снаружи взять, допустим, дезодорантом попрыскать, да? Вот. Намазать от этих азов. Сверху тоже появляется. Тоже появляются язвы. Вот. И то есть, получается, что даже как люди, так не вылечишь. Не знаю истинную причину. Так и с деревьями тоже самое, к сожалению. Это горькая правда. Ну, а вот в черемушках говорят, и абрикосы, все, это, много абрикоса пропало. Нет, абрикосы, это неправда. Дело в том, что я дружу с черемушками, у меня особая такая роль в этой жизни. Или они говорили наоборот, косточковые остались, а яблони пропали. Косточковые остались в черемушках? А, чуть не помню. Нет, нет, про абрикосы я спокоен. Вот. Яблони там у них. Яблони, как как? А, абрикосов у них там осталось много. Абрикосов много, вот вы правильно сказали. Дело в том, что там половина моих, поэтому я отношусь к этому, знаете, как, с таким стрепетом. Ну, мы тоже ваши посадили абрикосы, у нас уже одно большое дерево, все, ждем урожай. Два больших? Ну, вот в том году уже несколько абрикосинок мы в том году уже слили. А, ясно. В общем, я вас проводил так, вот, посмотрите. Кажется, ничего нету. Десятки тысяч цветов. Приглядитесь. Вижу. Мы теперь, мы нас научили. А, молодой человек, как смотрите. А вот это дерево, идемте еще одну секунду, я вас не буду больше тревожить. Дело в том, что вряд ли он вам продавь вердель. Она дала 40 ветер, видели, вот это дерево. Привито на манжурец. Посмотрите, сколько осталось. Глядите, глядите вниз. Вылезал с собой. Это урожай, который пропал. 40 ветер, плюс. А что, вот косточки садят, будет с них толк, или это будет дичка? Нет, в моей дичке не бывает. Дело в том, что, смотрите. А кто их расщелкнул? Они лесами расщелкиваются, чтобы зайти, а их едят, когда они расщелкиваются. Смотрите, жердель на уровне дикаря. Рядом шикарнейший академик, вот он. Рядом шикарнейший этот рыжий. Рядом шикарнейший амур. 30 ветер дает через год. Вот. И поэтому вот эти косточки, у них культурные папы. И тогда можно надеяться, что вот вполне приличные. Не такие же шикарные, как вот на этом же академике, допустим. Вот. Не такие. Но все-таки это 30, 40, 50 грамм. Вот. Так что можете выращивать даже с косточки. Ну а то я слышу, что выращивают с косточки. Так а я вообще расею прозаи косточки. Да? Ага. Ну все, ладно. И вот ваши эти прозаицы. Все понятно. Спасибо. Удачи вам. Так. Случайно совершенно получился четвертый фильм. Итак. Подведем некий итоги. Люди приехали. Вы который раз приехали? Я не знаю. Может седьмой, восьмой. Шутите? Седьмой, восьмой? На самом деле. Ну ладно. Мы много брали. Мы берем по две штучки. И правда будет позаправить. А, по две штучки. Ну тогда понятно. Седьмой и восьмой раз брали по две штучки. Короче говоря. Этот питомник заслуживает уважения. Вот уже который раз. Да? И хоть бы один сказал. Вот допустим. Вы знаете. У нас все погибло. Мы хотим еще раз. Вот. В этом питомнике такого нет. На рынке творится дикий ужас. Вот. Все южное. И опять продают. И главное страшно, что обманывают. Обманывают, 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 обманывают людей. И ни черта у людей нет. Почему в черемушках есть эти? Ну, яблони, бактерию завезли. Это так же, как мы все переболели ковидом. Ни один человек, самый богатырского строения. Например, там, мастер спорта по самбо или там по штанге. Никто не может миновать этот ковид. Все переболели. Только по-разному. Некоторые, может, даже не заметили. Но ковид был у всех. До единого. Ни одного не миновал. Так же случилось и с бактериальным этим самым. Это. Бактериальным раком. Рак условное название. Я его так назвал. Условно. Чтобы жуть и нагнать. Но рак, который мы называем черный рак, яблони, на самом деле абсолютно не виноват. Дерево стареет. Дерево начинает гибнуть. И тогда случается отмирание ткани. И на это отмирание ткани садятся грибы под названием черный рак. Хотя на самом деле это вранье. Вот. Ест только мертвую ткань, живые деревья не трогаются. Это, так сказать, болезнь пожилых деревьев. А то, что случилось сейчас, это невероятный случай. Случай ужасный, дикий. Сотни тысяч. А кто их считал? Может быть миллионы. Вся Минусинская котловина знаменитая была. Мы единственный в Сибири регион. Единственный. Несмотря на то, что есть еще Алтай. Который занимался продажей по всей Сибири. Не по всей, по пол Сибири. Мы, я в том числе, продавали яблони как почти не хуже импортных. Вот такие дела. И так случилось страшное. Очередный рассказ. Яблони гибнут. Засталось у них одномелба, но и та наша, Железовская. Спасибо и на том. Абрикосы, мол, в черемушках. Да, абрикосы в черемушках не гибнут. Место для них самое подходящее. Выражаю, сумасшедшее. Каждое второе, третье дерево мое. Поэтому я горжусь этим. Вот и все. Вот. Ну, разрешите откланяться. У нас впереди цветение. Вот их все спят, деревья. А вот уже проснулись. Это как выставочное дерево, чтобы видно было издаля. Все, друзья, до свидания. О чем поговорили? Об всем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok